На календаре пятница, 24 мая. Это значит, что мы уже по традиции изучаем свежий номер Одинцовской недели. Давайте вместе посмотрим, чем был насыщен округ предыдущие 7 дней. 19 мая Православная Церковь отдает дань памяти женам-мироносицам. В этот день предстоятель Русской Православной Церкви совершил Божественную Литургию в нашем Георгиевском Соборе. Репортаж события уже на страницах газеты. Русские народные забавы, творческие мастер-классы, песни и хороводы организовал культурный центр «Зодчие». Уже в шестой раз к нам в округ на фестиваль беседа приезжают ведущие народные артисты и умельцы. Продавать воздух под видом реальных знаний нынче стало популярно. На фоне череды громких дел так называемых просветителей в Совете Федерации разработали законопроект. Теперь блогеры будут обязаны говорить об отсутствии гарантии эффективности их курсов. Мы решили поинтересоваться инфо-цыганство, как к нему относятся жители города Одинцова. Отношусь к инфо-цыганству очень отрицательно, поскольку это не дает никакого развития, в принципе, и люди, которые продают данные курсы, они вообще не квалифицированы. Я считаю, что при виде такой ситуации обязательно нужно пресекать. Негативно относимся, потому что наживаются на людях и очень доверчивых. Плохо, конечно. Ну как, почему? Людей обманывают. Поэтому плохо. Конец мая, начало июня. Период высадки дачных культур. У садоводов-огородников начинается поистине горячая пора. В статье рассказываем, что чаще всего высаживают на Одинцовских дачах помидоры или картофель. Или, может быть, вообще отлично приживаются нежные георгины. Об этих и многих других темах читайте в свежем номере Одинцовской недели. Бумажный вариант газеты можно найти на наших фирменных стойках, а электронный прочитать на сайте. С вами была Олеся Лукина. До встречи на ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok